здравствуйте дорогие друзья мои любимые подписчики и гости канала две с половиной недели я не выкладывал видео про свой огород за это время уже начала зреть клубника и вообще много всего изменилось все выросло я вам сейчас все буду показывать какие у меня произошли за это время изменения но клубнику я вам показываю потому что ее всегда интересно смотреть я ее накрыла всю сеткой от дроздов потому что они у нас прямо даже соседка видела как меня один дрозд прилетел запутался в сетке потом вырвался улетел погода хорошая стояла и дождики и тепло поэтому лук хорошо пошел в рост единственное конечно вы мешает картошка которая проросла прошлогодняя мне и картошку жалко и лук жалко здесь кабачок рассады посажены уже скоро раскочегарится будем есть свои кабачки всем раздавать я хотела показать вот этот клубника у меня прямо конкретно такая очень много завязи на ней и и дрозды и не видят она у меня никак не накрыта я-то вообще думала и и одну она мне как соседка дала рассадой я посадила она кто вроде не пошла у меня и я ее так не надеялась даже а у нее такие ягодки интересной формы не очень крупные ну даже сказать можно сказать не крупные зато очень ароматные они как земляника немножко не напоминают по вкусу но интересный короче сорт не такой как у меня до этого был вот пусть будет тем более на так хорошо сама разрастается ползет куда ей надо и всюду плодоносит это кабачки у меня еще которые семенами я сажала в землю там грядка со свеклой рассады сажала пока не раскочегарилась она но зайдем в теплицу что-то не так с моими перцами посмотреть все листья такие вот какие-то светло зеленые только верхушки темно-зеленые чем их подкормить что с ними не так обычно у меня хорошо росли перцы всегда а тут какая-то ерунда причем вот на соседней грядке у меня 4 перца вот здесь у них не такие листья только самые-самые нижние которые можно в принципе оборвать и забыть баклажаны в этом году меня радуют своими размерами и мощью но почему-то вот кого кто-то жрет и его этот лист странно никого не видно но лист подырявый этот перец чудо в перьях непонятный здесь два арбузика в этой грядке я сажала под самые остатки это самое последнее что что у меня было я сажала вот тут кивана батат там в уголочке дыня которую я планирую пересаживать зайдем в помидорную теплицу тоже наконец-то видно что помидоры оправились от заморозков майских пошли в рост начали завязывать цветут вот но соседки мои уже очень много навязали у нее уже растут помидоры а мои только вяжут мои только вот единичные совсем понемножку где-то что-то уже завязалось но хоть так уже появился кладоспориоз на нижних листьях хоть я и в следующем году буду переселять их наверно в другую теплицу потому что кладоспориоз в земле хранится никак его не вывести буду переселять слава богу он плодам не вредит поэтому в любом случае у меня помидоры будут заодно пасынок оборву пока вижу его цветут махровыми цветками но я махровые не обрываю может это сорт такой откуда я знаю отцветаю тоже пионы видите дорожка вся заросла там один кусочек это муж просто вытаскивал плитку выдирал с всю траву и плитку назад клал у нас идут столько что все не сделаешь может следующий раз идем в следующую теплицу здесь гвоздички уже начали цвести в огуречную так называемую это вот мамордика правильно вообще-то называть мамордика но я как привыкла так и буду мамордика и называть дальше огурцы кстати сказать если честно не каждый раз у меня такие мощные огурцы в том году вообще к августу первый огурец был но в этом году я вот тоже сначала не сообразила вот один куст только и на 4 огурчика дал по по очереди вот потом я подумала что уже такие мощные должны быть огурцы опрыскала их раствором борной кислоты и вот они стали завязываться баклажаны тоже меня радует в этом году тоже никогда они у меня не получались может быть то что теплицу перенесли на другое место и здесь новая земля но и сорта другие я в этот раз сажала не могу ничего сказать арбузики здесь смотрите какая разница с теми которые в другой теплице я их выращиваю в две плети пасынки удаляю новые плети которые из центра куста вырезают я тоже все удаляю то что листики желтыми пятнышками я говорила в прошлом видео это не болезнь это просто показатель того что арбузы будут желтой мякотью хорошие мощные эти два куста но ведь не зря я посадила два там два тут это острые перчики где-то да вырастут здесь тоже острые перчики дальше кивана в этом году я первый раз посадила сетку протянула потому что столько много лезет плетей просто они заполоняют все но при этом еще не цветут ничего не на них никаких признаков того что будут плоды но может быть это позже случится смотрите какие уже огромные здоровье огурцов очень большие плети но будем надеяться что будет большой урожай плоды хранятся полгода так что поэтому я их и посадила это вот пилотрия шершавая маленькие листочки тоже такие огурцы как арбузики уже тоже цветут и маленькие вроде как завязи там но пока что ничего не растет может быть им надо какой-то что-то для того чтобы они завязывались но опылять такие маленькие цветочки тут невозможно где-то надо вам показать тоже вымерзли все кусты ну кое-какие вот смотрите уже дали кисти будут свести но я не знаю может пять кисточек мы в этом году и съедим если дрозды нас не опередят мы помним что у меня есть сетка на клубнике я могу ее переставить сюда в том году дрозды весь урожай там несколько ящиков винограда было они его весели успевали вперед нас мы покажет ждали пока созреют они уже съедали чеснок уже стрелки крутит надо оборвать все стрелки любите жареные стрелки чесночные ставьте лайк или напишите комментарий кто любит чесночные стрелки помидоры уличные тоже я все 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 опрыскала этой борной кислотой надо опрыскивать тогда когда еще цветочки не распустились тогда это способствует лучшему завязыванию это я в этом году только изучила вопрос я в этом году их и сформировала я до этого никогда опаски на уличных не обрывала но в этом году прям заморочилась буду надеяться на крупноплодные помидоры пойдем дальше я вот с этого ракурса хотела показать здесь у меня было не вскопано прошлый раз когда я показывал в этом в этот раз уже все вскопано и я посадила сюда на этот участок тыквы а по краю по периметру все посадила мне соседка на отдавала целый тазик бархатцев и я вот насажала эти бархатцы по периметру тыков потому что куда мне их еще было приткнуть некуда такое количество я их и по капусте насажала но считается что бархатцы то ли приманивают на себя вредителей то ли отпугивают от того места где они растут поэтому и по капусте насажала вот сюда высадила на улице огурцы которые у меня росли рассады в ногах моих тепличных огурцов буду подвязывать к этим старым качелем но и здесь вот я тоже насажала и система ниппель от качелей к сирене привязала веревку чтобы подвязывать как-то эти огурцы не растить растил это самосевный салат у меня был по картошке я его весь собрала посадила сюда остатки укропа я уже очень много его наморозила он уже много сорвать только салатик остался капуста слава я думала что она у меня вообще мне стыдно было показывать с пальчик были листочки ведь высотой а уж шириной были вообще с пол пальца но при этом вот все выправились еще одна грядка клубники тут непонятно чего больше клубники или чеснока надо открывать и стрелки обрезать чеснока а мы идем я у звук убрала потому что трессе гавкает и мешает его идем батат я бы показать вам хотела тоже все надо полоть потому что погода теплая дожди все растет в том числе лучше всего растет сами понимаете трава вот это вот четыре маленьких кустика это у меня сорт афганец я очень хочу его попробовать но как-то они никак не раскочегарятся остальные вот уже начинают заполонять плеть и пускать афганец нет это у меня фасоль в траве больше травы чем фасоли тут еще и хрен здесь вот прям несколько штучек 8 9 наверное рядышком а там прям к не зашло очень много капуста июньская колосица это просто слева грядка это морковку я сажала не зашла мы еще раз можем на той неделе посадили но опять еще пока не взошла так и пустует грядка все мне в этом году несколько грядок пустых там еще у меня свекла не взошла сейчас покажу вот здесь вот за луком грядка вот тоже свекла 1 или 2 вылезли вот этот клубника у меня в проходе здесь которые там у меня буйствует и проходе тоже ягоды я уж туда не хожу только если собрать ягоды вот вообще нет свеклы и если через две недели ничего не вылезет посажу сюда гретьку может какую-нибудь там тоже вот кусок грядки пустой я хотела бамию много посадить рассады у меня не так много оказалось я потом еще даже подсаживала туда семенами там еще маленькие тоже в траве не особо разглядишь где тут бамия где тут трава вот это вот бамия на таких ножках стоит какие-то завалились какие-то живы здоровы и но тоже пока не цветут не растут она 60 сантиметров должна вырасти она пока еще не выросла какая-то беда со смородиной мало того что она вся померзла во время цветения заморозки были еще и вот это вот какая-то мощнистая роса на верхушках если кто понимает напишите чем побрызгать обработать я это все сделаю здесь у меня я прошлый раз не показывала грецкий орех полностью замерз ни одного листочка снизу поросль идет от корня а сам само дерево вообще пустое ни одного листа что его спилить или может в следующем году она отойдет как-то этот орех я не знаю ну давайте не будем расстраиваться давайте рассчитывать на то что все будет хорошо наслаждаться погодой природой свежим воздухом цветами если вам было интересно ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь если вы еще до сих пор не подписаны и большое спасибо всем кто досмотрел до конца